привет всем друзья и гости канала мы продолжаем с вами играть фермер симулятор 2015 и в прошлой части я говорил о том что отпустим мы с вами брата пускай жене идет детишкам а сами будем работать всю ночь для того чтобы обработать вот эти вот поля вот но брат он на той брат он сказал ну что ты брат конечно же я этого не допущу я буду спать а ты будешь работать нет вот ну и в общем-то клич он бросил по деревне знакомых у него здесь уже много появилось и арендовали мы трактора короче говоря теперь работаем буквально на всех полях вот вот смотрите такого t74 вроде бы такой у нас уже есть но вот этот вот быстрее и быстрее как-то он смотрите да гоняет 16 километров вот с этим тоже арендованным пугом вернее культиватором в общем теперь стало как-то значительно веселее по моему так здесь мы продолжаем уборку поля вы видите что у нас ячмень у нас также вот это вот пшеничка мы убрали и теперь осталось соломку убрать дальше здесь вот поле практически сделано но как-то так сделано немножко кривовато конечно давайте мы доделаем и переместимся на следующее поле на вот это вот на второе вот ну и я думаю что скорее всего вот это поле до которая номер один у нас он пойдет под теплицы и пойдет под лес потому что но вы видите какое оно такое кривовато я немного да вот скорее всего ничего здесь толкового не получится вот постоянно здесь будут путаться наши односельчане вот лучше все-таки пустить я так думаю что его в расход здесь у нас будет лук здесь будет немножко леса и теплицы я думаю что мы сможем обойтись без этого поля а вот это второе поле да вот у нас на мини-карте вот мы его с вами оставим уже под поле так и быть посмотрим может забогатеем и тоже его пустим под подлез на примере под лук согласитесь лучше значительно лучше когда из дому выходишь и видишь перед собой лес или лук чем поле грязная какой-нибудь чуток тут осталось засеваем потом травой но это не срочно это не срочно это немножко будет попозже в начале поля те которые у нас будут засеваться культурами потому как желательно чтобы денег было побольше вы видите что у нас 13 тысяч сейчас а все потому что я купил еще свиней теперь у нас 500 штуки в общем будем настоящим свиноводством серьезным заниматься так есть контакты вот здесь вот я вижу тоже у нас такой пропуск небольшой тоже сейчас здесь поработаем и что же с этим трактором интересно не так да но мы видим с вами что 13 километров максимум он ездит а тот такой же похожий да вот модель может быть там какая-нибудь м или с скоростная работает на несколько километров быстрее и ездит точно так в общем нужно будет поминуть как-то это то у нас с вами в собственности купили за полторы тысячи своих кровных вернее братовых кровных вот но пока что пускай конечно же работает как работает ему так я также свез нашим куром чтобы было что клевать зерна насыпал вот детишки рады прибежали сразу же смотреть сыпать зерною курим куре тоже рады бегают по двору куда чуть собирают клюют в общем вечер и у нас тут такая немножко суматоха с вами началась как ни странно вроде бы как вечером должны наоборот бы да все чай пить да отдыхать после трудов праведных не тут-то было так нам нужно как-то здесь вот это вот поле обработать таким образом чтобы трактор тут не застревал наверно придется еще пару пару проездов самостоятельно сделать вот потому что здесь вы видите ограждение с левой стороны ну и понятное дело что трактор там не въедет нормально не развернется так он лист из лесу вышел да смотрите подглядывает так не знаю что то там в лесу тоже наверное закультивировал ну по идее теперь должно хватить у нас для разворота и переместимся мы с вами дальше вот так как свиней стало значительно больше то пришлось мне конечно же им привозить еще еды свеклу пришлось практически всю забрать которая у нас была на базе но в общем то она для этого и предназначена только для свиней не для продажи мы с вами уже об этом говорили так как бы тут такое поле может быть все таки лучше вот так вот ездить а как мы с вами начали ездить оно тут такое все кривое ну какое было такое и есть так давай-ка езжай посмотрим как у него будет получаться в лес из лесу выезжать так перемещаемся дальше вот здесь вот я решил как вы видите поставить место для разгрузки соломы вот но потому что действительно мы будем часто с вами привозить сюда соломы и чтобы потом пол прицепа не увозить отсюда да потому как не всегда целый прицеп высыпается вот я думаю что вот это вот идеальное место потом конвейер прикупим сюда и будем работать так у нас здесь раз два и вода нужна вода для того чтобы свинки наши полноценно начали жить жить и размножаться вот и я предлагаю сейчас смотаться купить ну вернее арендовать ну вернее арендовать на оставшиеся крохи у нас денег арендовать бочку для воды и возможно даже для молока может быть мы с вами посмотрим там что-то около тонны у нас есть молока может быть стоит его продать чтобы оно не скисло до завтра да наверное так мы с вами и сделаем давайте срежем здесь по кукурузе вот мы так с вами сейчас и сделаем как раз одновременно посмотрим почем здесь у нас молоко может быть даже отобьем аренду так вон я вижу поехал брат вот аренду этой самой бочки в общем пробуем пробуем смотрим там вы видите вон куча уже какая наросла здоров вот завтра будет травка короче говоря у нас потихоньку налаживаются дела и это просто здорово и вообще мне нравится вечер потому что дальше будет ночь вот ночью обычно никто не работает ну нормальные люди наверное так давайте смотреть что у нас по бочкам цистерны для навоза сенокосилки техника для тюковки чего у нас только тут с вами нет вот даже вот разное есть так как бы он не здесь поворачивало бочка для воды у нас есть да автоцистерна да ладно неужели сюда да нет вроде бы как проехал так газ молоковоз конечно же тоже было бы неплохо но нам он не нужен да вроде бы как и недорого смотрите всего там 8 баксов rent price 160 чепуха вот но лучше все таки наверное взять вот такую вот бочку только где она тут я не вижу бочка для воды есть так это мы в разном смотрели да автомобили противовесы стерны для навоза вряд ли здесь будет да ладно неужели придется покупать так давайте мы посмотрим 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 вот так таким вот образом где-то здесь у нас в разном статичные бочка для воды и молока да вот она все верно в разном да и вот здесь у нас показано что все таки две культуры но стоит она конечно просто диких денег вот понятное дело что мы не будем ее с вами брать покупать имеется ввиду потому что но смысла нет один раз мы с вами завезем воду один раз вывезем молоко и все и будет она у нас просто тянуть деньги юсср лиза топливная автоцистерна но не знаю как то что то тут по моему это не то так ладно давайте берем посмотрим топливная так топливная тут же и сдадим ее без всяких вопросов опа здорово да амазон рулит вот со своими дронами которые доставляют делают доставку но тут уже конечно не дрон должен быть тут уже что то дикое должно быть да это просто обыкновенная бочка для воды ну ладно поехали нам воду все равно нужно завозить и коровам и свиньям нужно завозить вот но молоко придется наверное все таки чуток попозже с молоком поработать так вода у нас вроде бы как где то здесь была лужа посреди поля и вот там мы с вами сейчас должны будем ее набрать посмотрим поэкспериментируем да вот она кажется пленочкой и смотри наживая мы бичуя так сейчас на там это он тоже погаты Нужно набирать, не знаю Хотя нет, нет, набирается На глубину нужно было заехать Вот, если можно так сказать, что это глубина Ну хватит, наверное Тритоны, я думаю, что И свиньям будет достаточно И коровам По крайней мере, если будет недостаточно То мы всегда сможем с вами Завтра, скажем Еще завести Так, здесь у нас работа, как вы видите, кипит Вот, на этом поле немножко не кипит Но это из-за того, что нам нужен сейчас трактор Так, наполняем Круто Да ладно Ого Ничего себе, три тонны воды Вот так, грязи Можем мы набрать Вот интересных, да? Ну, такое Я даже думаю, что нашим свинкам Не стоит и предлагать Я уж не говорю о коровам Вот, хотя говорят, что Свинья грязь найдет И всегда любит в грязи Валяться Но на самом деле Это только пословица такая Вот На самом деле Мы с вами знаем прекрасно Что у свиней нет потовых шелез И они спасаются таким образом От жары Вот И не обязательно Они Ну, находят уже Как говорится Хоть что-нибудь Ну, если есть грязь Понятное дело Что она в грязи Тоже будет валяться Чтобы не так было жарко Вот Но на самом деле Если есть чистая вода Она, конечно же Будет в чистой воде Купаться Я даже видел Где-то На просторах Интернета Вот Видел Видео Где свиньи Взбираются На помост И прыгают С помоста В бассейн Это было удивительно Просто удивительно Купаются в этом бассейне Вылезают Снова прыгают Просто Какой-то Не знаю Как дети Знаете Вот Которые любят В бассейн прыгать Вот так точно и свиньи И понятное дело Что они В грязи Зачем им в грязи Валяться Если можно В воду Просто залезть Так Там Тритоны у нас Теперь у коров есть Теперь у них Будет производительность Побольше Да Остается Вот теперь Свинкам Нашим задать Вот Ну и дальше Будем работать Уже на соломе Дособираем ее Дальше Докультивируем Поля И будем их Может быть Даже еще одну технику Взять Не знаю Вот Она вроде бы Как недорого Стоит Все это дело Но зато Быстрее Мы будем С вами Работать На полях Это нужно было Наверное С самого Не знаю С самого Обеда Сегодняшнего Набирать Побольше техники Вот Ну да ладно Так Кстати Заскочим Сейчас накроем Силостную Яму У нас 70 Побежали Вот Отлично Завтра Так Это у нас Навозная Кстати Нужно будет ее сдать Чтоб деньги не тянуло Понапрасну Вот Свеклы Вы видите Да Что нет Уже Картофель Остался А вот Еще и картофеля Нужно будет Скорее всего Завести Потому что Тех 7 тонн Которые Ну 8 там С копейками Конечно же Нам не хватит Для полного счастья Нисколько нам Как севиням Нашим Так Мы посмотрим 4 тонны 4 тонны Воды Сколько это будет В бочке Ну по хорошему Наверное Тут бы полную Бочку Нужно было бы Вот это вот Накачать Вот Но это по хорошему Денег у нас Сейчас не так Чтобы много Чтобы мы Еще и за воду С вами платили В какой-то Луже Набираем воду Да И платим За это Ну это просто Какой-то Цирк По-моему Так Да Еще 23 часа 54 минуты Но я думаю Что Хватит На сегодня Нам хватит Мы ее не будем Увеличивать Количество Да Времени В течение которого Мы будем ее арендовать Отправим в магазин Там все сдадим И одну и вторую бочку Прямо сейчас Наверное Этим и займемся Благом магазин Рядом у нас Вот Там Знакомый наш Работает Который Тоже не уходит Домой Потому что Мы тут Такую бурную Деятельность Развели И денег Все любят Деньги Да И все Все их считают Вот Поэтому Знакомый наш Тоже тут сидит В ожидании Еще денег Так Вот только Я не уверен Как тут Мы с вами Здесь Здесь Как-то Мы можем Какой-то Клавиша Я точно Не помню Какой Именно Возвращать Технику В принципе Мы с вами Эту технику Можем и продать Да Вроде бы Как Техника Чужая Арендованная Но мы Толкнули ее Магазину Это Конечно Вот Так Вот Давайте Посмотрим Привезли Да Прямая продажа Да не хочу я Продавать ее Но это будет Как-то Знаете Как-то По-моему Это будет Нехорошо Извините В общем Нужно будет У брательника Спросить Как тут Ее Возвращать Назад Возвратим Мы с вами Обязательно Полчаса Полчаса Туда Полчаса Назад Это Не играет Особой Роли Вот Ну Конечно же Махлевать Мы не будем Продавать Технику Напрямую Которая Арендованная Давайте Сейчас Займемся Прямым Нашим Делом Вот А потом Уже Когда Все сделаем На полях Будем Возвращаться Как раз заскочим В магазин И Все это дело Вернем Назад Ненужную Нам Технику Так Погнали У нас Еще Одно Поле Соломой Вот Эту Солому Я думаю Что мы Уже Столько С вами Наскладировали Эту Самую Солому Что Скорее Всего Мы Будем Дальше Уже Просто Ее Продавать У нас На Базе Уж Слишком Много У нас Ее Есть И На Складах И На Свиноферме Теперь Есть И Вообще Везде И на Полях Еще Осталось Тут У нас Такие Повороты Были Которые Не Позволили Толком Собрать Вот Это Вот Все По Хорошему Конечно Это Если По Хозяйски Подойти Ко Всему Этому Конечно Нужно Тоже Тут Покататься Да Да Собрать Потому Что Смотрите Вот Тону Мы С вами Уже Получили Да Тону Соломы Кто Откажется От Тоны Соломы Так Я Не Помню Что Тут У Нас Стартовая Точка С Ближайшего Комбинированный Курс Погнали Здесь Здесь Тогда Закончили Отсюда Мы Начинаем Остается Тут Еще Немножко Да И Потом Я Так Думаю Что Ну Я Немножко Проскочу По Периметру Поля Подсобираю Вот Эти Вот Куски Тут Наверное Тон Под Пять У нас Еще Будет Вот Хорошо Погнали Смотрим Дальше Здесь Работаем Без Вопросов Здесь Мы С вами Что-то Такое Полузакончили Как-то Но Вы Видите С этими Полями Сам Черт Ногу Сломит Селяне Конечно Немножко Путаются Где Тут Поле Началось Где Тут Оно Закончилось Наше То Поле Не Наше И так Далее Вот Поэтому Им Нужно Помогать Иногда Вот А по Хорошему Конечно Курс Рисовать И тогда Они Не будут Путаться И будут Все Работать Правильно Ну Давайте Мы Немножко Подстрижем Вот Эту Часть Поля Как-то Там Ее Подправим Так Чтобы Дальше Работал Он Правильно И сам Уже Вот Таким Вот Образом Вот Я думаю Что Дальше У него Получится Все Ну И У нас Дальше Смотрите Вот Десятое Поле Ну Короче Говоря Все Что Мы Убирали Вот Мы Все Сегодня Должны До Вечера До Ночи Все Сделать Я Думаю Что Мы Успеем Все Будет Сделано И Нужно Будет Так же До Ночи И Засеять Чтобы Завтра Уже Нужно Было Вечером Собирать Урожай То же Самое Сделаем Вот Возможно Сейчас Еще Один Трактор Возьмем И Подсеял Ну И Соответственно Сейлку Тоже Не Будем Ее Покупать Тоже Арендуем И Потом Уже Всем Скопом Всю Технику Когда Будем Праздновать Окончание Дня Удачное Окончание Дня Всю Технику Скопом И Сдадим Назад Чтобы До Завтра У нас Не Стояло Деньги Не Тянуло Понапрасно Так Хорошо По-моему Этот трактор Даже Назад Ездит Быстрее Чем Тут Модель С Наша Ну Это Так Мы С вами Называем Да Внутреннее Название Так Ну И Все Кусочек Такой Вот Небольшой Так Вот А завтра Скорее всего Мы с вами Еще сделаем Эксперимент Попробуем Договориться С местными И убрать Поле Чужое Вот Потому что Ну Пропадет же Урожай Да Ну Что ж Его Оставлять Пропадет же Если Его Не убирать Так Есть Вот Дальше Я надеюсь Он Сообразит Пускай Ездит Катается Вот таким Вот Образом Как у Него Получалось Ж Дальше Хорошо Вот Здесь Что-то У нашего Не все Благополучно Или все Да У нашего Все-таки Не все Благополучно Но Опять же Из-за Этой Формы Полей Решил Он Что Дальше Не надо Работать Ну Действительно А нафиг Вот Давайте Мы Наверное Его Сейчас Запустим Чтобы Сейчас Не Подравнивать Самим Да Запустим Пускай Вот так Вот Катается Так Там С запасом Небольшим Езжай Вот Нормально Ну Почти Нормально Так Ну И я Предлагаю Сразу Купить Наверное Еще Взять В аренду Один Трактор И Собственно Говоря Сеял Так Сеял Что Тут У нас За Сеял Червонозир Тысячу Что Тут Еще Еще Одна С ЗТ 54 А Это 36 А Вот Это Все Делает А Это Не Все Стоит Дороже Ну Давайте Вот Это Возьмем Посмотрим Вот Возможно Она Даже И Культивировала Кто Его Зна И Трактор Вот Трактор У нас ХТЗ 74 В принципе Можно Беларусь Попробовать Взять Да Сколько У нас Рент Прайс 50 А здесь У нас ХТЗ Вот такой Вот Здесь 14 Но Все Так Это Конечно Подешевле Да Ну Смотри Берем Так Выгрузка Теков У нас Там Происходит Должна Произойти Выгружаемся Здесь Здесь Нужно Будет Немножко Переписать Курс Вот так Буквально Там Полметра Извините Не доезжаем Высыпаем Хотя Я говорил Что Ну там Смотрите Тут было Так мало Что Тут особо Поставим Конвейер Потом будем Продавать Ладно Вот И Взглянем Сейчас Что там У нас Убрали Почему Так Мало А потому Что Там Было Всего Навсего Три Или Четыре Да Помните Проезда Вот Почему Там Так Мало Так Техника И Селка Селка Просто Потрясающе Огромная Да Давай Уже Заводись Быстрее Тут Сейчас Пробка Такая У нас Будет Что Тут Не Пройти Не Проехать Все Ругаются Матом Так Цепляем Поехали Вот По хорошему Его Конечно же Нужно Было Бы Сейчас И Заправить Но Это По Хорошему По Хорошему Опять же Делает Все Это Да Вот Поэтому Будем Высчитывать Деньги Из кармана Прям За Зерно Чтобы Сейчас Не ехать Не возвращаться Нам на базу Время Понапрасну Не терять Давайте Мы Отправим Работника Пускай Засевает Опять же Я так думаю Что снова Пускай Будет Пшеница У нас Вот И как раз Сейчас Мы Одновременно Посмотрим Культивирует Она Или нет Вот Что Интересно Мне Говорили Что Вроде Бы Как Такая Или Подобная Может Культивировать Но Что Я Сомневаюсь Здесь У нас Приспособлений Для Культивации Нет Скорее Всего Она Просто Будет Так Остановится Да И все То есть Нужно Все же Поле Вначале Скультивировать А потом Работать Ну Мы Сейчас Все С вами Проверим Как там Говорят Не верь Глазам Да Тому Что Ты Видишь Не Всегда У нас Получается Давайте Посмотрим Да Вот То есть Мы Сеяли Сеяли Вроде Как Смотрите Да Пытались Сеять Но Потом Говорит Да нет Да Что Ты В самом Деле Ничего Такого Не работает Оно Здесь Вот так Вот Без Культивации Так Ну Опустить Сложить Выбрать Семена Маркер Приспособление Не наполнено Это мы Все С вами Знаем Показать Информацию По нулю Что Что У нас Такое А Это У нас Уже На Трактор Ну И Собственно Горя Все Да Сложить Отпустить Развернуть Свернуть И Поставить Маркер Так Ладно Вот Мы Проверили Узнали Коровку Не будем Давить Вот Все равно Зацепили Немножко Вот Ну У нас Тут Такие Коровки Вы С вами Мы С вами Видели Да Что Они В кустах Где-то Здесь Прячутся В траве Шла Шла И потом Только Раз И исчезла Трава Такая Густая Что Она Лежит Буквально Ее Не видно Двухметровая И Вот Кстати Было бы Интересно Если бы Ну смотрите Трава На пастбище Да Вот Почему Нельзя Было Реализовать Что Коровы Ходят И Едят Эту Траву Ну Вот Как будто Мы Коровы В действительности Едят Траву Вот И Не обязательно Эту самую Траву Им Завозить Вот По-моему Это Небольшой Промах Вот Когда Они Всю Выедают Траву Ну Тогда Да Тогда Нужно Завести И В общем То Опять Получать Там Какие-то Проценты Производительности Коров А До Этого Те же Самые Овцы Коровы Все Что На траве Короче Говоря Так А здесь У нас Вы помните Да Мы говорили Что будем Траву Сеять Вот Но пока Что Опять же Не ко времени Это все Дело Тем более Расходы Давайте Мы Вот это Поле Начнем Обрабатывать Оно Уже Скультивировано Пшеницу Будем Сеять Так Как Она Нам Нужнее Всего Пожалуй Вот Хотя Канола Тоже Неплохо Канолу Наверное Наверное Все таки Канолу Мы будем С вами Сеять Сеялка Такая Многофункциональная Все сеет Буквально Все подряд Хорошая Мне нравится Широченная Такая Здорово Обязательно Будем Ее Наверное Потом Покупать Вот Но Пускай Пока что У нас Будет Здесь Канола На продажу Все На продажу Так Ну Езжай Давай Вот Работаем Работаем Вы видите Что денежки У нас Вычитаются За семена Да Довольно таки Быстро Но я надеюсь Что все таки Хватит Нам денег До полного Засева До полной Уборки Всего и вся Что здесь у нас Есть Так Где там Работаем Здесь мы уже Опять Вработали Вот Тут придется Конечно Немножко Вручную Да Ну Что поделать Конфигурация Полей Не позволяет Полностью Насладиться Работой Наших Работников Без вмешательств С нашей стороны Вот Но может быть Это и к лучшему Потому как Всегда говорят Да Что вот Сам Не работаешь Все на тебя Работают А ты только Дурака валяешь Ну вот Мы с вами Не валяем Теперь дурака Работаем Наравне Со всеми То там То здесь То свинкам То коровкам То на соломе То на Культивации Да Тут Поле Такое Конечно Что В общем Тут придется Не кисло Так поработать Самому Нужно Кипит Я надеюсь Что До вечера До ночи Мы все-таки Здесь все Засеем Все сделаем И завтра Останется Только Удобрить поля И потом Уже к вечеру Собирать урожай Я буду на этом С вами прощаться Всем удачи И всем пока